Здравствуйте, приветствую вас, очень рад вас видеть. Я очень рад, большая честь с вами встретиться, очень доволен, очень доволен. Спасибо. Взаимно, Владыка Тишин, приветствую вас, здравствуйте. Прошу вас, пожалуйста. Спасибо. Вас приветствовать посещал Адыгею в свое время. Был знаком с руководителями Адыгея, с представителями исламского духовенства. Поэтому я был в курсе того, что происходит в епархии. Владыка мне, Пантелеймон, часто докладывал. И сейчас от Владыки Тихонов получаю информацию. И, конечно, хотелось бы с вами обсудить некоторые вопросы на стыке церковно-государственных отношений, межрелигиозных тем, межнациональных. Спасибо за то, что нашли время. Я очень рад этой встрече. Хотел несколько слов сказать об Адыгею. Адыгея – это 441 тысячи населения, 7,8 тысячи квадратных километров территории. Небольшая. Она примыкает, как говорю, всем к Сочи, к Олимпиаде. Примыкает. Мы с другой стороны немножко, более северной стороны. Но Александру Николаевичу Ткачеву, я говорю, что если снега не будет хватать, мы вам будем добавлять. Это добавлять, экспортировать. Да, в северной. Поэтому олимпийцы у нас занимались в свое время подготовкой сборной команды, горнолыжников Советского Союза. Пять лет именно из-за погодных, природных условий. Да, там ведь повыше, чем сейчас. Сейчас постановление правительства Российской Федерации за подписью Владимира Владимировича Путина создать там туристический кластер. Мы попали туда, в Майкопский район, Адыгея. И как раз с будущего года не менее 60 миллиардов рублей на все Северный Кавказ, в том числе Адыгея. Поэтому урожайность три года высокая. В этом году тоже бюджет удвоили, было 5,1, стало 13 миллиардов. Мы немножко расшевелили народ. Существенно, да. Построили за последние только вот 49 объектов, очень серьезных. Школы, больницы, заводы, фабрики, очистные сооружения. Такие монументальные, очень серьезные. И нас смущает то, что нет у нас кафедрального собора, строительство которого начиналось уже много лет. Я помню все, да, всю историю. Много лет и фундамент, и на основе действующей церкви было это все сделано. Я создал подчинительский совет в настоящее время. Я сам возглавляю, и те, которые могут оказать нам помощь в строительстве, не только приходить к вам, поплакаться, сказать, так было бы, была бы возможность, наверняка вы дали бы, конечно, помогли бы, но и надеемся, что, может быть, частично нам поможете. Остальное будем на себя брать. Я с Владимиром Васильевичем тоже проговаривал, он очень серьезно отнесся к этому вопросу, он говорит, это благое дело. Мы сами понимаем, что верующий человек, тот, который ходит в церковь, он убивать, насиловать, ничего не будет плохого делать. И будет по-доброму относиться к людям, которые имеют другую традицию религиозную.